В этот промежуток времени у вас будет настрой на скрытое управление ситуацией с той целью, чтобы формировать происходящие события вокруг вас по своему усмотрению. Вы будете дорожить комфортом, а в отношения захотите привнести эмоций, ярких чувств, любви, нежности и заботы. В этот период как никогда обострится ваша интуиция, и вы будете полностью полагаться на нее. Ваши действия могут казаться окружающим нелогичными, а вам в свою очередь будет казаться, что вас направляют и защищают высшие силы, и жизненные обстоятельства складываются в вашу пользу. В плане получения и распоряжения вашими финансами вас ожидает процветание в этот период, рост материальной прибыли и прогресс в финансовых делах, работа на результат, а также успех и положительные перемены. Могут быть новые идеи или же новые дела, которые принесут, соответственно, новые источники дохода. Если у кого-то было затишье в финансовых вопросах в прошлом, то здесь наконец-то сложатся благоприятные условия для получения и трат ваших денег. В любом случае вас ждет осязаемый результат. Если говорить про совет, то поможет умение нестандартно мыслить, высокая работоспособность откроет перед вами все двери, необходимые для вас, а решимость и вера в себя помогут преодолеть все препятствия. Необходимо правильно ставить планы и задачи, прислушиваться к интуиции и понимать подсказки вселенной. Очень важно контролировать свое желание навязчиво помогать близким людям и чрезмерно опекать их, соответственно, деньгами, либо тратить на них слишком много. И не растрачивайте сильно в этот период на нужды других людей. Не жертвуйте своими материальными ценностями, так как вселенная дает вам их ваше личное пользование в этот промежуток времени. В общении с соседями, знакомыми и родственниками, в недальних поездках и в вопросах, связанных с информацией в сети интернет, в этот период может сложиться ситуация безысходности, когда вы постараетесь не проявлять излишнюю инициативу в ежедневных коммуникациях, чтобы не создавать себе проблему во взаимодействии с соседями, знакомыми или родственниками. Потому что приходит такое время, когда существует опасность ввязаться в конфликт, обман или интриги, либо же в ситуацию, когда вышеперечисленные лица принуждают вас к нежелательным вам действиям или мероприятиям. Также в этот промежуток времени может присутствовать состояние безысходности и бессилия по причине очень большого количества недальних поездок. Руна рекомендует пересмотреть личные приоритеты в ежедневных коммуникациях, избавить себя от непосильной ноши, взять, так сказать, себя в руки и полностью овладеть текущей ситуацией, исходя из ваших желаний и предпочтений в сфере ежедневных коммуникаций. В случае, если вы чувствуете недостаток энергетического ресурса и потенциала, то рекомендуется любого рода энергетические и магические практики. Напоминаю, что на моем канале есть подобного рода практики. Ссылка есть в описании под этим видео. Руна Анзус Если говорить про сферу любви, отношения с детьми, хобби или ваш бизнес, у кого он имеется, может осуществиться прорыв и новый виток в развитии отношений с детьми и любимым человеком, также вашими учениками, или же новый поворот событий произойдет в развитии бизнеса и вашего хобби. Это начало любых ваших активных действий для развития отношений или ситуаций, для новых начинаний, для укрепления и налаживания взаимопонимания с детьми, любимым человеком и т.д. Также руна предвещает удачу и везение в любых мероприятиях развлекательного характера, неожиданные небольшие сюрпризы и подарки, интересные знакомства, а также любого рода неожиданные приятные события и перспективы в бизнесе или вашем хобби. Что касается вашего здоровья, бытовых вопросов, долгов или же подчиненных и помощников в бытовых вопросах, в том числе нанятых вами за деньги, то этот период предвещает достижение поставленных вами целей. Вам будет сопутствовать удача в вопросах здоровья и в завершении какой-либо рутинной работы, в том числе в выполнении ежедневных обязанностей ваших. Это наиболее благоприятное время для любых медицинских консультаций, для поиска грамотного врача, а также при подборе правильного лечения, для кого это будет актуально. В плане партнерских отношений, личных и деловых, а также относительно открытых врагов и конкурентов, наступает период пожинания плодов и радостных событий. В партнерстве все невзгоды остаются позади, происходит светлое и радостное взаимодействие с массой веселых и положительных эмоций в вашем партнерстве. У обоих партнеров появляется желание делать друг другу сюрпризы и дарить подарки, и получать в отношениях то, чего недостает, или то, чего хочется. В этот период может появиться новое удачное знакомство и надежда на хорошие перспективы в партнерских отношениях, в партнерских отношениях, как делового, так и личного характера. Если говорить про открытых врагов и конкурентов, то разворот ситуации в вашу пользу в процессах соревнований и конкуренции вам обеспечен. В плане получения денег от партнеров, заказчиков, контрактных организаций, а также получения кредитов и больших крупных денежных средств, этот период сулит вам благоприятный исход любого предпринятого вами дела, а также доверие и честность со стороны людей. Любовный партнер дорожит вами деловой, с вами советуются, и на одних, и на вторых вы можете положиться и ожидать исполнения ваших желаний и надежд в вопросах получения существенной материальной поддержки прибыли. Если необходимо что-то выявить тревожное в отношении оформления кредитов или договоров, то вам придет ясность мысли. В случае спорных или негативных моментов в прошлом пришла пора скорректировать события и выйти из ситуации в этот промежуток времени с честью и достоинством. В любом случае у вас есть сила достигнуть поставленных на этот промежуток времени целей относительно получения денег от партнеров, больших денег, чужих, и в ваших руках есть власть над обстоятельствами и запланированными делами. Главное – проявлять самодисциплину. В плане дальних поездок, переговоров с заграничными партнерами, родственниками, знакомыми и людьми, находящимися на дальнем от вас расстоянии или же в вопросах высшего образования и заключения долгосрочных договоров приходит время вынужденности в отношениях с людьми издалека либо вынужденности в обстоятельствах, когда или отсутствует общение с людьми из-за границы либо представителями другой культуры, или же присутствует скука и усталость в таком взаимодействии. Относительно дальних поездок и в вопросах высшего образования может отсутствовать мотивация по причине упущенного важного благоприятного момента и шанса. В любом случае, эта сфера жизни на этот промежуток времени будет не столь активна, а если вам и необходимо решать какие-либо задачи, то могут присутствовать неудачи и разочарования, которые потребуют от вас преодоления трудностей и твердости характера. В таком варианте развития событий следует проанализировать прежде всего свои поступки и постараться избежать влияния вашего окружения на достижение поставленных вами целей. Что касается отношений в социуме, реализации ваших планов, вашей карьеры и жизненных целей, наступает прекрасное время для обдумывания сложившейся ситуации относительно вашей работы или любой смены социального статуса, увольнение по собственному желанию, продвижение по службе, заключение или расторжение брака, смену гражданства и т.д. Вероятно, вы получите какую-то неизвестную ранее вам информацию из прошлого относительно вышеперечисленных вопросов, которая, в свою очередь, повлечет за собой кардинальные перемены и судьбоносные события в вашей жизни. Это могут быть и очень счастливые события из той категории, когда вы что-то долго ждали в своей жизни или продолжительное время искали работу, либо же мечтали о заключении брака и рождении ребёнка, ну, либо же для кого актуально, это может быть и рождение долгожданного внука или внучки. В любом случае вам идут какие-то судьбоносные и благоприятные перемены в течение этого периода. В сфере общения с близкими друзьями, единомышленниками и высокопоставленными лицами, а также в вопросах, связанных с интернетом, если говорить про близких друзей и единомышленников, то взаимоотношения с ними добрые, когда присутствует лёгкость, позитив, взаимное уважение, вдохновение, чувство юмора, помощь, забота и ваше влияние на атмосферу в общении. В делах, в сети интернет приходит время для того, чтобы завершить начатое ранее, потому что с этим завершением придёт закономерная награда за ваши труды, высокая оценка ваших достижений, прорыв, а также облегчение, отдых и что-то новое. Также в этот период вы можете получить известие и помощь со стороны высокопоставленных должностных лиц. В плане личных переживаний, скрытых талантов и способностей, в том числе и ваших тайных врагов, в этот период у вас будут происходить внутренние перемены, которые поспособствуют изменению текущего положения вещей и вашего образа жизни. Вы сможете принимать правильные решения, доверившись своей интуиции, а также научитесь слушать и слышать людей. Это такое состояние, когда присутствует гармония между духовным и физическим мироощущением. А устранение препятствий и обеспечение нормального хода событий происходит не только благодаря вашей какой-то активной, физической, проявленной деятельности, но также благодаря вашей внимательности к знакам судьбы, приметам, к поступкам людей вокруг и к складывающимся обстоятельствам. И если говорить про общую энергетику этого периода, то в деловом и дружеском общении могут складываться обстоятельства вынужденности, либо же потеря отношений. В любви может присутствовать охлаждение в чувствах и неуверенность. Также есть вероятность впасть в ложные иллюзии относительно людей или каких-либо ситуаций и обстоятельств по причине недальновидности, халатности, либо же некомпетентности в некоторых вопросах, а также благодаря некоторой глупости. Поэтому будьте внимательны, чтобы вас не обманули или не попытались скрыть истинное положение вещей. Серьезно стоит оценивать свои способности со своими возможностями, потому что придется отказываться от части планов, которые могут стать неактуальными. Карта повешенной. Не позволяйте проблемам жить самим по себе. Не все решится само собой. Больше того, попустительство рискует вызвать серьезный кризис. Однако и попытки кардинального вмешательства в ситуацию тоже могут привести к еще большему увязанию в ней. Тут дилемма. И поэтому постарайтесь находить баланс между этими крайностями. Это ситуация, когда пауза, переосмысление и временная остановка в движении будет самым лучшим решением. Необходимо хорошенько подумать над тем, стоит ли действовать вообще. Есть шанс, что судьба сама выведет вас на правильный путь и вам нужно лишь дождаться подходящего момента. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok